Доброго времени суток всем тем кто следит за нашим каналом, канал FANIMASHUM SCHOOL, самые полезные и ценные видеоролики о том как заниматься выращиванием грибов. Итак, в последнее время мне пришлось заниматься, вернее не микробиологией, а микромикологией. Время от времени возникает потребность обновлять культуры, обновлять библиотеки, готовить новые, подготавливать маточные культуры для посевов. И этот вопрос очень щепетильный в плане обработки поверхностей, одежды и разного материала, которым мы будем работать. И вот здесь во время этой работы у меня появилась одна такая вот мысль, что разных публикаций в интернете относительно выращивания грибов можно найти бесконечное количество. В виде вот это грибы, это я, это я с грибами, это грибы без меня. И вот в таком плане есть масса разных публикаций. А почему на ваших, на вашем видео... А, почему у вас такие большие ноги? Это не мои ноги, это ноги у грибов. Значит, масса есть таких вот публикаций, а вот действительно ценной научной информации относительно каких-то действительно важных вопросов грибоводства найти трудно. Поэтому я рекомендую всем тем, кто следит за каналом, делать подписку, когда появляется новое видео, вы сразу получите сообщение о том, что можно посмотреть новый материал. Потому что вот, например, эта публикация будет называться «Асептика и антисептика в грибоводстве». Для этого, ну, скажем так, я не знаю, что вы будете искать в поиске, если вам нужно узнать, как правильно обработать поверхность, или как правильно обработать руки, или как правильно приготовить тот или иной раствор, который вы будете использовать в вашей работе, и какой поиск вы будете задавать в интернете, как помыть стол, или как помыть руки, ну, я не знаю. А вот я глубоко сомневаюсь, что вы будете задавать вопрос, например, или запрос там в гугле «Асептика и антисептика в грибоводстве». Значит, эти два слова, в принципе, поставят в тупик любого выпускника высшего медицинского заведения. Если вы подойдете к этому выпускнику, который закончил медицинский вуз, и спросите, объясни мне, в чем разница между асептикой и антисептикой? Я думаю, что этот вопрос его поставят надолго просто в тупик. Вот. Поэтому я понимаю, что большинство из вас эти слова вообще, возможно, вы их слышите первый раз. Я постараюсь на них ответить, и в процессе изложения будет полезная информация не только для начинающих или практикующих грибоводов, будет полезная информация даже для тех людей, которые матерых, таких грибоводов, для них, может быть, они откроют для себя какую-то новую информацию. Итак, что же такое вопрос о асептике? Значит, асептика... Асептика это... Ну, вообще, это медицинский термин, который будет обозначать. Это определенные условия, когда максимально снижается уровень попадания инфекции в раму. Ну, у нас, так как у нас, слава богу, рам нет, у нас есть грибной субстрат. Значит, касательно грибоводства, слово асептика будет означать создание таких условий, при которых максимально исключается возможность попадания инфекций или посторонних патогенных грибов в наш субстрат. И сразу перейдем к слову тогда антисептика. То есть, асептика и антисептика. Антисептика, это будет включать в себя уже набор этих мероприятий или антисептиков, которые будут позволять нам создавать асептические условия. И вот целью сегодняшней публикации есть именно рассмотрение такого вопроса, который будет называться антисептика. То есть, какие антисептические средства мы будем использовать грибоводства, которые будут нам позволять достигать этих асептических условий. Нужно остановиться, что вообще асептические условия не есть вообще таким важным фактором в грибоводстве, если это не касается производства грибных блоков по стерильной технологии. Если здесь идет речь о стерильной технологии, здесь все намного проще. Предварительно, сами блоки мы готовим в таких условиях, когда здесь исключено попадание инфекций и соответствующая для этого пластиковая упаковка. Но если речь идет о приготовлении субстрата для вешенки обыкновенной, здесь есть такой момент, что если мы готовим субстрат действительно по стерилизации, когда большое количество термофильных бактерий развивается в этом субстрате, они будут предотвращать развитие другой флоры, других грибов в этом субстрате. Если же мы готовим не по стерилизации, а готовим другими способами, то есть, обыкновенно, ну, другими способами, то есть, если мы это все готовим кипячением, например, то в большинстве случаев мы добиваемся состояния определенной стерильности или чистоты этого субстрата. В этом случае те места, где не колонизировала, например, вешенка, они подвержены высокому воздействию, высокому риску попадания туда инфекции изне, то есть, триходермы, пенициллиновых грибов и так дальше. И вот для того, чтобы исключить вот эти все моменты, сейчас мы рассмотрим эти способы, которые будут применяться для достижения этих целей. Но, прежде тем, как приступить к борьбе, например, с каким-то врагом, нужно врага знать в лицо. Значит, сейчас мы должны определить некоторые моменты, которые... Мы должны... Те моменты, когда... То есть, на чьей стороне мы будем, скажем, бороться или воевать, и кто будет нашим противником в этой сложной задаче. Итак, на нашей стороне, что я хотел вот этим сказать? Я хотел остановиться на том вопросе, который я уже давно готовлю к публикации. Давно уже я собираюсь его озвучить, но никак не приходило... Время, никак не приходила такая вот возможность озвучить вот этот вопрос, который звучит как морфология все-таки грибной клетки. Здесь не будем начинать школьную лекцию из области того, что грибной клеткой является клетка, которой потом вырастают грибы. Мы этого всего делать не будем. Это и лошади понятно, все учили в школе, все какое-то более-менее общее представление о клетках имеют, и знают, что все, в принципе, какие-то живые организмы состоят из клеток. Что нас будет интересовать в плане морфологии вообще самого гриба? Здесь нужно обратить просто один момент. Вот если вы зайдете в фотогалерею школы Fanny Marshall School, там есть такая вот фотогалерея, вы можете там увидеть мои фотографии, сделанные из микроскопа. Я сейчас вот попробую так в общих чертах показать вот эти фотографии, чтобы вы знали, что искать. На этих фотографиях, ну, не знаю, в принципе, если вы никогда не читали вот таких вот фотографий, может для вас и не совсем будет полезная информация здесь, но я попробую вам кое-что объяснить. Вот здесь вот эти трубы или палочки, как это для вас выглядело, вот это здесь было видно на рисунке, что это является, вот это есть клетка. Клетка, грибная плитка, она состоит приблизительно разделена вот на такие части. Это все, ну, только знающий такой вот человек может прочитать, где тут находятся мембраны, где тут вырос и все остальное. Но тут четко видно вот именно на этой фотографии, что каждая вот этих клеточек здесь имеет в своем строении вот такое образование, вот какие-то такие парные кружочки. Вот эти парные кружочки и будут свидетельствовать о том, что это здесь можно видеть дикариотное состояние клетки. Дикариотное состояние клетки – это тот момент, когда образуются плодовые тела. Второе состояние клетки – это монокариотные. Монокариот – это когда грибная клетка находится в состоянии одного ядра. Когда же образуется дикариотная клетка? Дикариотная клетка будет образоваться в тот момент, когда встречаются две монокариотные клетки с одним ядром. В результате они встречаются в одном месте, и здесь образуется уже клетка с двумя ядрами, и дальше она будет давать клон клеток, тоже с двумя ядрами, и из этих дикариотных клеток будут в дальнейшем образовываться грибные тела. Вот такие два состояния грибных клеток. То есть здесь нет какого-то полового момента, как есть у других биологических видов, но все-таки без двух не обошлось. И так образование этой клетки будет возможно только тогда, когда две монокариотные клетки встречаются вместе. Это четко можно видеть в тех моментах, когда мы выращиваем культуру на чашках пэтли. То есть если две колонии и две клеточки попадают на эту чашку, они будут расти вместе до тех пор, радиально в разные стороны, пока не встретятся. Когда они встретятся, в этом месте образуется некоторое такое образование, которое в дальнейшем, в принципе, может привести к образованию грибного. И вот, значит, вот относительно морфологии, в принципе, этого достаточно для понимания процессов, которые будут проходить в вашем грибном блоке. По этой аналогии, в принципе, живут большинство, или можно сказать, все остальные грибы. Теперь относительно морфологии, мне бы хотелось сделать такой один отступ. Чтобы закончить с этим вопросом морфологии клеток, кто-то держит рыбок, кто-то занимается вазонами, кто-то выращивает грибы, и главное, чтобы каждый занимался своим делом. Здесь вот такой есть у меня аквариум, или как его назвать, вот с палочками, это королевская вешенка. Я часто в своих публикациях озвучиваю такой момент, когда некоторые явления, которые происходят с грибами в процессе наблюдения, остаются абсолютно непонятными, абсолютно непонятными. Вот сейчас, в этом моменте, я хотел бы... Этот вопрос, который я сейчас озвучу, он будет абсолютно риторическим, но, пожалуйста, попробуйте меня понять. Для этого нам нужно будет... Спасибо. 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 Спасибо.